и снова здравствуйте сегодня я хотел бы с вами поговорить о том как автомобиль справляется с русской зимой речь пойдет именно о снегопадах больше о том как передвигаться по снегу сколько жрет печка в режиме когда колеса буксуют не столько короче промороз сколько про снег поехали итак первое начнем наверное с печки сегодня у меня нет необходимости ставить рекорды экономичности поэтому поэтому езжу я ни в чем все не отказывая стоит 26 градусов минус 7 за бортом как видим печка потребляет всего где-то 750 ватт что в общем-то достаточно экономично но правда это с учетом того что салон автомобиля уже нагрелся куда тут нажать вот примерно вот так вот выставлен почему спросите не авто да потому что по какой-то неведомой для меня причине вот такую погоду в режиме авто обдув стекла отключается странно не совсем адекватно ну ладно ну соответственно она потеть начинает дальше дальше что нужно я думаю вам показать вот эту цифру 2 и 7 километра я могу проехать на киловатте почему так мало да то есть это грубо говоря меньше там но около 50 километров на одном заряде а мало так потому что у нас под колесами под колесами сейчас снег вот я сейчас пока стою жду а ну да я стою все время с печкой то есть тоже она потребляет но основная причина конечно печка как вы уже видели потребление на нагретом салоне совсем небольшое основная причина это снег который ну во дворах в принципе наверное примерно по колено вот такой слежавшийся хороший не тот который грубо говоря там только выпал а который уже 22 месяца тут пинаем туда-сюда вот и на дорогах снежная каша в принципе не знаю чего там не видеть снежную кашу особо показывать не буду просто поверьте на слово 27 километра вы будете проезжать на одном киловатте ни в чем себе не отказывая вот примерно такие реалии жизни еще пару слов о том что такое действительно глубокий снег чтобы вы понимали открываем ну вот примерно вот так это все выглядит то есть высота двери и высота снега при этом лифт ездит благодаря отключенной стабилизации он в принципе кое-как едет как работает система антипробуксовки рассказывать так не буду это скучно лучше посмотреть видео называется новогодние приключения на моем канале вот к тому времени как вы это увидите скорее всего будет уже вторая серия смонтирована и выложена а Да у тебя там снег сейчас в салон упадет Давай напомним зрителям что здесь стоит автоматическая коробка наверно да резиновый ребят резин грибет Да ты бы увеличил Троссходометр у нас показывает получается два с половиной километра на киловатт С учетом так сказать неумеренной пробуксовки я бы так назвал этот режим передвижения Потому что колеса больше буксуют чем едут Ну вот примерно так Хотя цифра в два с половиной вот эта она на самом деле не самая маленькая которую я видел В той же самой новогодней поездке я наблюдал цифры порядка не помню точно но меньше двух там точно было Вот обо всем об этом наверное в третьей серии этой поездки я скажу Если это где-то записалось еще не смотрел даже А да что еще хотел показать Вот видите вода тает стекает на дворники и они там замерзают Соответственно чтобы нам воспользоваться одной маленькой хитростью Которая наверное для многих не секрет Но на всякий случай Выключаем машину И тянем рукоятку на север Оп Дворники принимают вот такое сервисное положение Как написано в мануале И перестают замерзать Ну точнее как вода стекает хотя бы не на них Которая растаяла Она стекает туда куда-то вниз Потом мы когда нам надо ехать Включаем автомобиль Вот И соответственно они возвращаются в обычный режим Так как я тут сейчас стою Ожидаю человека То я естественно их пока возвращать в обычный режим не буду А буду сидеть в тепле И наслаждаться электромобилем Который даже в такую ненастную погоду снежную Вполне себе нормально выполняет свои функции И что немаловажно Это обходится очень недорого Совсем недорого Почти бесплатно На сегодня все Всем пока До новых встреч Господа Я что-то рановато с вами попрощался У нас ситуация Вот я приехал домой Нажимаю Да е-мое Как так Ну ладно Значит не ситуация Просто расскажу словами В чем был прикол Вот только что вышел без телефона из машины Хотел вставить зарядный шнурочек Вот этот вот Который у меня на стеночке Зарядный порт Который вот здесь вот И получилось так Что при нажатии на кнопочку Что-то там где-то замерзло Я раза 3-4 нажал Видимо после мойки вода попала Вот в этот вот механизм И он как бы Примерз Ну Не знаю У меня тут конечно В гараже розетка Все нормально Мог фен вытащить Собственно я что и хотел С ней хотел фен вытащить Тут с это самое С плясками Станцами с бубнами Отогревать лючок Но оказалось просто Достаточно сходить за телефоном Лючок испугался И открылся По звуку было слышно Что привод Что-то там шуршит Но видимо Я вот не знаю Вот здесь вот может быть Или где-то А вот уплотнитель Вот уплотнитель Видимо На нем скопилась влага И просто он Приморозился Вот этой вот поверхности Гладенькой Так что имейте ввиду Я наверное его сейчас Силиконовой смазочкой смажу И в принципе Наверное будет Будет все огонь Надеюсь что этот прикол Не повторится Вот теперь точно Всем пока До новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok